Сегодня ветеринарные врачи заканчивают подворный обход домов, где есть домашние животные. Четвероногих вакцинируют против бешенства. Напомню, эта необходимая мера вызвана тем, что впервые в городе зафиксирована вспышка бешенства и в Ноябрьске объявлен карантин. Все подробности в материале Ирины Потехиной. Здравствуйте! Здравствуйте! В Ноябрьске пациент ветеринарии. Вакцинация животных против бешенства. Животные есть? Нет. Какой живые люди? Нет. Не собака никого нет? Нет. У нас нет. Перчатки, шприцы с вакциной и книга с адресами. Вот арсенал, с которым ветеринарные врачи вступают в борьбу против распространения бешенства. Поддержку ударного и так получилось чисто женского батальона назначен участковый. Он звонит в двери и в случае чего всегда готов помочь. Но миссия мирная. А если кто и в претензии к незваным гостям, так это мохнатые четвероногие. Здравствуйте! 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 Я в Америке пациент ветеринарии. Вакцинация животных против бешенства. Я живу в доме. Кошка. Кошка. Давайте. Приведом. Все, колоть будете? Сейчас, прям сразу, да. Поголовная вакцинация животных проводится в каждой квартире, где есть домашние питомцы. И которая расположена в так называемом неблагополучном пункте. Его граница с одной стороны улица Шевченко, с другой – Муравленко. Между ними – с десяток поселков. За 10 дней ветврачи обошли сотни домов и поставили порядка 500 вакцин. Для сравнения, за год такие прививки в центре ветеринарии получают около 2000 животных. И хотя официально в Ноябрьске зафиксирован всего один случай бешенства у домашней собаки, тем не менее, в условиях карантина на информированность и сознательность горожан делать ставку ветеринары не имеют права. А потому бесплатные прививки, так сказать, с доставкой на дом. В 30 устанавливается иммунитет на бешенство. Ее не выпускайте на улицу, чтобы не бегала, чтобы ее никто не кусил. На сегодняшний день ситуация стабильная. То есть, спокойно, больше пока вспышек и случаев выявления заболевания бешенством не было. Работаем сейчас, проводим все мероприятия в соответствии с распоряжением губернатора Ямал-Нинска автономного округа. Если случаев бешенства в Ноябрьске выявлено больше не будет, карантин снимут в конце июля. Пока же действуют все меры предосторожности, в том числе запрет на вывоз или ввоз в город животных, которые не привиты от этой болезни. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Новости нашего города.